Так, хорошо, давайте я напомню, где мы находились, нарисуемся картинки Значит, у нас было Rm Rm, значит, тут было некоторое открытое Тут тоже некоторое открытое Здесь есть отображение φ Значит, и наше φ задано так x1, xm отображается φ1 от x1, xm φm от x1, xm Вот, дальше мы посмотрели на матрицу Якове По строкам у нас функции, по столбцам у нас переменные И у этой штуки мы смотрим на вот этот минор R на R И я считаю, что у меня отображение φ в любой точке имеет ранг R То есть вот это как раз невыраженный минор После этого, что я сделал? Я сказал, давайте рассмотрим вот здесь отображение Rm Вот уже отсюда сюда Которое задано следующим образом x1, xm переходит в, значит, столбец такой φ1 от x1, xm φr от x1, xm А потом xr плюс 1, так далее, xm Так вот, вот это отображение уже отсюда сюда Значит, каким свойством оно обладает? Ну, бывает, вот каким свойством Значит, ну, если посмотреть, давайте так Вот это я назову какой-нибудь ψ Я хочу сказать, что вот это ψ, оно, если я возьму какую-нибудь точку В которой вот этот, ну, то есть, я смотрю на это определить Вот этот минор, он не равен нулю в какой-то конкретной точке x Нет, 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 я зафиксировал точку И я этот минор выбрал именно для этой конкретной точки Я хочу рядом с точкой жить И вот пусть эта точка отображается сюда Куда-то в какую-то конкретную точку y Вот, а это у меня будет столбец из координат y1, yr, yr плюс 1, yr Так вот, я хочу сказать следующее Что, если я посмотрю на вот это отображение ψ То матрица якобы для ψ будет выглядеть следующим образом Вот тут будет стоять dφ1, dx1, dx1, dxr, dφr, dx1, dxr Тут будут стоять другие частные производные А вот в этой части будут стоять 0 и e То есть, вот это будет матрица якобы вот этого отображения И вот в этой точке вот этот определитель не 0 Но в частности, это означает, что весь этот определитель Все этой матрицы будут не 0 в этой точке А значит, по теореме о неявной функции То есть, теперь отсюда теорема о неявной функции Она говорит, что отображение Пси устроено следующим образом Я могу еще чуть-чуть уменьшить окрестности И после этого отображение Пси становится дефиоморфизмом Почему изначально это было? Изначально произвольно окрестность? Ну, изначально была какая-то окрестность, где Пси определено А вообще говоря, ну как бы, мало ли там, как оно было устроено Может быть, это вся окрестность была все РН И вот это отображение какое-то очень суперстремно устроено Мало ли, и более того, когда я далеко от точки Х ухожу У меня этот определитель может перестать быть невыраженным Поэтому там много чего может измениться Вот, поэтому смотрите То есть получается вот такая замена Вот, и я тогда могу смотреть на вот эту штуку, как на другую карту Давайте теперь вот в этой другой карте Посмотрим, как будет выглядеть наше отображение То есть теперь я хочу перейти отсюда сюда, потом сюда То есть это отображение будет от Y Посмотрите, Y1 это вот это выражение И ровно это же выражение стоит в качестве первой координаты То есть получается в новых координатах Отображение Фи выглядит следующим образом Здесь у нас стоит Y1, YR А потом стоят какие-то функции Блин, плохо слово Фи писать Давайте я буду писать Фи круглое Вот Y1, YN R плюс первое, Фи, N Вот Y1, YN Получается вот такое вот отображение Это из маленького, маленькая креста Вот сюда, да То есть теперь получается, что я нарисовал вот такое сквозное отображение Это вот оно То есть смотрите, что я сделал Я сделал замену координат на Сурсе И после этой замены координат Первые R функции упростились просто до соответствующей координаты Теперь смотрите, давайте посмотрим, как выглядит матрица Якоби Вот этого отображения во всей этой окрестности Давайте просто посчитаем матрицу Якоби здесь У этого отображения Фи круглое Тогда матрица Якоби Фи круглое будет следующая Смотрите, в первой R строк будет вот так вот Вот А здесь будут стоять, соответственно, ДФи Р плюс первое по ДЙ1 И так далее ДФи Р плюс первое по ДЙ1 Ну и, соответственно, ДФи М по ДЙ1 ДФи М по ДЙ1 Дим, можно это с интересом, что я глобально делаю? Я хочу, значит, показать следующий факт Что я могу сменить координаты слева и справа Так что отображение будет задано очень простым образом То есть смотрите, что я сделал? Я сказал, что если есть произвольное гладкое отображение постоянного ранга То сменой координат слева, то есть на отсурсе Я могу считать, что оно записывается вот в такой форме Смена координат имеется в виду, мы меняем вот это Ну, да, я меняю карту на эквивалентную карту, которая, значит, содержит нужную точку То есть я в окрестности одной точки Вот, теперь смотрите, если я посмотрю на вот это отображение Его матрица Якоби будет вот такая Но, смотрите, мы знаем, что отображение Фи было постоянного ранга Когда я сменил карту, это отображение будет того же ранга Потому что от смены карты ранг не меняется Я просто матрицу Якоби, ну, как бы справа умножил на обратимую в каждой точке На свою обратимую, но как бы на обратимую Это значит, что вот эта матрица тоже имеет ранг R То есть здесь ранг равен R Но вот этот блок один на один, он уже имеет полный ранг Это означает, что вот этот блок нулевой Причем этот блок нулевой где? Во всей этой окрестности А что здесь стоят? Здесь стоят частные производные от вот этих вот функций По последним переменным YR плюс 1, YN То есть это значит, что вот у этих функций Все частные производные по последним переменным нулевые Что это значит? Ну, это значит, что эти функции от последних переменных просто не зависят То есть на самом деле Или из-за этого следует, что на самом деле тут написано следующее Это только в этой точке? Нет А, это вы сама? Ранг постоянен во всей окрестности был Сейчас у нас во всей окрестности E? Конечно Ну потому что смотри У нас во всей окрестности То есть, грубо говоря, вот как про это надо думать Если этот минор не ноль Из-за непрерывности он не ноль в какой-то окрестности И вот в этой окрестности Эта штука превращается в E Окей? Только я это обошел, как бы сославшись на теорему о неявной функции И она тоже предполагает, что если я где-то был не ноль Из-за непрерывности я буду и в окрестности не ноль Вот, поэтому это уже целиком в окрестности Это целиком Вот Окрестности какой? Вот в этой Вот То есть, получается, здесь вот этих переменных просто нет То есть, на самом деле Давайте вот здесь с краю напишу Что отображение, которое я получил Оно имеет следующий вид То есть, отображение получается следующее То есть, после смены координат вот здесь На сурсе Отображение получается такое Оно забывает последние n-r координат И все зависит только от первых r координат Первый r я в первые координаты сопоставляю, как есть А остальные по ним однозначно вычисляются И все эти функции такого же класса гладкости Просто по теореме неявной функции, как все у нас было Ты можешь объяснить, почему блок 0 и справа снизу? Смотри Нам изначально было дано, что наше отображение φ имеет постоянный ранг для любой точки х Вот здесь в окрестности Ну да, ну вот у нас ранг r уже набежал Ранг r уже набежал Если здесь хоть что-то не ноль То что? То ранг строго больше Ну потому что я могу найти минор, который содержит этот строго больше и невыражен Потому что это будет е и еще на диагонали какой-то элемент А может он, может быть столбец нулей просто в этом миноре? Если здесь везде нули Нет, сейчас Если здесь где-то не ноль Тогда рассмотри вот такую строку и столбец И, соответственно, это, если добавляешь матрицу, состоящую из вот этого, вот этого, вот этого, вот этой Получается матрица на единицу больше, это тоже будет невыражен У тебя будет r плюс 1 хотя бы, если там хотя бы 1 не ноль Ну, либо так, что эти r столбцов линейно-независимы И тут добавляется один столбец ненулевой Он явно будет линейно-независим с этим, потому что тут нули И тут у него что-то ненулевое Понятно, да? Не, ну вообще там снизу же тоже строчка добавится То есть, ну да, все понятно Это не важно Ок, и это значит, что там от координат этих функций зависит? Да, значит, от координат этих функций просто не зависят То есть, на самом деле, наше отображение после взятия координат упростилось вот до такого вида Это означает, что мы отображение, которое раньше зависело от н координат Можем однозначно записать в форме, которая зависит только от первых r, где r это ранг Да, и все упирается в ранг Вот важно, что ранг во всей окрестности одинаковый Не только в точке Прямо во всей окрестности он постоянный Вот тогда мы можем сказать, что у нас вот так вот все зависит только от коррекции Кстати, мы же постоянный ранг определяли не как для всей окрестности, а как для точки Нет, мы ранг определяли для точки, но в каждой точке ты можешь посчитать, у тебя будет свой ранг И постоянный ранг означает, что в каждой точке это одно и то же число окрестностей Окей? А кто вообще следит так, на всякий случай? Вот это что за шарик? Я не знаю, что следит, что нет Тогда вопрос Нет, я просто первый кусочек послушаю Я могу Смотри, давай так Очень много стерелочек просто Ну, нужно идею поместить, я вам поясняю идею Ну, в общем, смотри А вообще в целом, ну, ты как бы в курсе, что происходит? Окей, хорошо В общем, в целом у нас две записи Ну, прошу, ладно Убирай любую Давайте тогда теперь сделаю так Я сотру вот эту часть Значит Оставлю Что у нас сейчас произошло Ну, теперь смотрите, какая штука То есть Теперь у нас есть вот такой А давайте я теперь даже и Вот так вот сделаю То есть теперь я могу считать И у нас есть теперь вот это отображение Это теперь фи круглая Теперь вот это фи круглая Оно действует Вот так Теперь смотрите То есть это по сути Значит, я сделал как бы линейное преобразование столбцов Если бы отображение фи было линейное То то, что я сделал Я сделал линейное преобразование столбцов То есть я с помощью столбцов здесь это привел к единичной матрице И потом с помощью этой матрицы вот этот блок превратил в ноль Тогда как бы вот этот тоже занулился Вот по сути что сделалось Теперь смотрите Теперь я хочу избавиться от этих штук То есть теперь я хочу сделать замену координат вот здесь Такую что Вот это все исчезнет Смотрите, какую я буду делать замену координат Я сделал такую замену координат Значит, пусть у меня Ну, тут вот функции будут Q1, Qr, Qr плюс 1, Qm Это вот были исходные координаты Которые вот этому равны И что я сделаю? Я сделаю такую замену Здесь будет Q1, Qr А здесь будет, значит, Qr плюс 1 Минус Qr плюс 1 от Q1, Qr Qm минус Qm от Q1, Qr Вот рассмотрю такое отображение Окей? Смотрите, давайте посмотрим Как бы, что это за... Значит, я хочу сказать, что вот это отображение Уже здесь Это, значит, это тоже будет Ну, то есть, давайте вот это будет W1, Wn Это будут координаты после того, как я сделал Это равно этому То есть, вот тут ушки координаты Тут W Так вот, я хочу сказать, что Вот это по теореме неявной функции Тоже окажется сменой координат Чтобы проверить, что это будет смена координат Надо посчитать, какая здесь будет матрица Якоби Значит, смотрите Но как будет выглядеть матрица Якоби? Значит, давайте это, не знаю, там, альфа обозначим J альфа будет как выглядеть? В первой строчке у меня будет 0e Это просто частные производные от вот этих функций По U1, по R Ну, вот ровно так и будет А теперь, что будет здесь, когда я буду дифференцировать? Ну, вот тут будут с минусом частные производные от вот этих штук Ну, по U1, по UR, они будут здесь какие-то А вот тут будет опять e, потому что Ну, это вот как раз частные производные по вот этим товарищам То есть это, как бы, получается, нижняя треугольная матрица с единицами на диагонали Она тоже не вырождена Она вообще всюду не вырождена То есть это, как бы, прям, как бы, не важно, где я ее сделал Вот Мне важно, чтобы это было где? В окрестности образа этой точки Ну, вот, как бы, она, считайте, на всей На всей U сделал такие преобразования Вот Ну, а тогда, если я сделал, как бы, здесь Такие преобразования То, значит, ну, из-за того, что она не выражена Опять же, теорема о неявной функции Это просто новая карта И теперь мне хочется понять, как в этой новой карте будет выглядеть мое отображение То есть я хочу теперь Y1, YN отправить сюда А потом применить вот это отображение Ну, смотрите, что делает это отображение Я должен взять первые координаты оставить, как есть А потом взять R плюс первую координату И из нее вычесть функцию Y1, YN, в которой я подставил первые координаты Ну, то есть я просто взял и выщел Линейную, как бы, линейную комбинацию первых R строк отсюда и занулил То есть, на самом деле, после этого мое отображение Y1, YN превращается в отображение Y1, YN, а здесь остаются одни нулики Ну, потому что, действительно, ровно это и происходит Вот давайте просто вот этот вектор Вот подставьте вот в это отображение Ну, вот вы увидите, что как раз это все с точностью и сокращается Я ровно так и подобрал функцию, чтобы это произошло То есть, таким образом, произошло следующее Если у меня есть отображение постоянного ранга Я могу зафиксировать произвольную точку Тогда найдется окрестность у этой точки И окрестность у ее образа Так что эта окрестность переходит сюда При этом эта окрестность имеет некоторые новые координаты Эта окрестность имеет некоторые новые координаты И в этих новых координатах Мое отображение фи задается вот таким вот образом То есть для отображения постоянного ранга Я могу выбрать хорошие координаты На сурсе и на таргете Так что после этого Мы записаны как просто линейная проекция Сейчас, почему нельзя было просто Не выбирать последнюю координату Справа сказать, что мы выбираем только яркий координат Когда это просто будет id, если тождество Нет, ну ты должен бить в rm А, сейчас, да Нет, просто это вот, что означает Это означает следующее Что у тебя график функции Ты просто график функции можешь спроектировать вот сюда Ну как бы, ну это не значит Ты просто, как это Ты можешь выбрать координаты теперь такие Что вот, как бы, вот просто координаты, которые идут вдоль Это кривой, это и будет просто обычная линь Потому что эту линию, просто я сплющил эту линию вот сюда Ну как бы, ну, я деформировал пространство То есть у меня как бы все вот эти параллельные линии Они как бы перешли здесь в параллельные прямые Ну как бы я поменял все пространства Понятно, да, что я сделал? То есть у меня была вот какая-то такая линия Которая однозначно проектировалась сюда По сути, по-моему, это и есть то самое гемя Нахождение гриоморфизма Да, который правильно согласован Потому что я как бы здесь Вот когда я нахожусь уже в локальной карте Смена, мне нужно именно дифиоморфизм находить Чтобы это был эквивалентная карта То есть когда я в локальной карте Концептуально, это очень простая идея То есть мы начали дополняем наше Ну, как бы наше отображение до клубно-орангул Ну, до n, куда-то До разогренности n, дальше Да, да Просто, грубо говоря, вот эти первые функции, которые здесь встретились изначально Их можно как бы превратить в координатные функции Локально возле точек Да, дальше у нас получается матрица И мы дальше начинаем высчитать строки из опции Приводим ее вот к такой блочной E00 Да Мне интересно было сказать, что Вот, насколько мы все равно можем менять позиции И в сорсии, и в таргете Вот у нас сейчас матрица там ранга R Ее можно привести к виду Ну, диагонали 1, 1, 1, 1, 0, и все Вокруг просто 0, и все Ну, хорошо, ты сделал что-то с матрицей E-Comer Замечательно, что дальше Ты сделал это в одной точке Я сделал в целой окрестности Кто сказал линейное? Ну, вот сейчас Нет, здесь фишка вот в чем Что, смотрите Недостаточно работать только с матрицей E-Comer Я действительно что-то делаю с матрицей E-Comer Но потом мне нужно как-то от локального факта в точке Перейти ко всей окрестности И вот здесь я пользуюсь вот таким фактом Что если вдруг я сумел состряпать набор функций Так что их матрица E-Comer не вырожденная То это дает мне замену координат То есть замену координат я делаю нелинейными преобразованиями Замены координат у меня нелинейные Вот, но Просто тот факт, что я могу найти замену координат Устроен в следующем уровне Я делаю замену координат в точке А теорема неявной функции Говорит, что если я сделал замену координат в точке То она на самом деле была и локально рядом с точкой И вот это нетривиальное продолжение из одной точки в целую окрестность Что по сути говорит теорема неявной функции. Она говорит, что если вы всю вашу функцию заменили просто на линейное отображение заданной матрицей Якоби, если матрица Якоби, если это линейное отображение обратимо в этой точке, то тогда у вас и нелинейное отображение, которое имело эту матрицу Якоби в окрестности этой точки, будет тоже обратимо. Но для того, чтобы построить эти отображения, они строятся нелинейными механизмами Поэтому это не сводится к тому, что я только сделал какие-то преобразования с матрицей Якобель Это неправда Поэтому здесь сделано больше, чем просто работа с матрицей Якобель Здесь можно думать про эту аналогию, что если бы отображение у меня было просто линейное То сама матрица, это и есть матрица Якобель Тогда что у меня произошло? Я выделил вот здесь под матрицу R на R, которая не вырождена Что я сделал с помощью первого преобразования? Я сделал замену координат здесь Если бы отображение было линейное, я делал бы линейные замены Это означало бы я делал какие-то преобразования столбцов Это означает, что я после этого все это хозяйство привел к вот такому виду Почему вы тут просто не сделали то же самое со строками, чтобы у нас были совсем простые? Я то же самое сделал со строками То есть сначала мы заменили базисы и там и там, чтобы наше отображение в точке и стало выглядеть как каноническое рангет Это мне ничем не помогает, мне все равно в окрестности придется делать все то же самое Мне пофигу Просто у меня автоматически все выполнится Если я умею делать в окрестности, то зачем мне делать в начале подготовительную работу в точке Если я сразу могу сделать все в окрестности Просто я хочу сказать, что аналог с линейной штукой заключается лишь в том Что первая часть, вот это, если бы отображение было просто линейным Означает, что я его сначала привел к такому виду Потом тот факт, что оно постоянного ранга И ранга R, означает, что вот здесь на самом деле встретился 0 И потом вторая замена Это я на самом деле сделал вот такие преобразования И теперь еще вот этот блок занулил И в итоге отображение превратилось как раз в отображение, задаваемое просто линейно вот такой вот матрицей Единственное, что это отображение, конечно, линейно Но оно не на всем Rn здесь и не во все Rn А только в окрестности какой-то точки И причем эта окрестность, как вы видели, вот здесь Она могла уменьшиться по сравнению с той окрестностью, которую мы изначально взяли Но тем не менее, вот то, что я сейчас показал, говорит вот о чем Что если у вас есть между многообразиями отображение постоянного ранга То вы можете любую точку взять на сурсе И найти две окрестности так, что в паре этих окрестностей Ваше отображение записывается именно вот таким вот образом в координатах Почему нас не парит, что фи было определено из другой карты в Rn, а мы его потом взяли и применили из исходной карты? Что еще раз? Ну вот фи круглая у тебя снизу было определено вот так, а мы его потом как бы применили А, в смысле, что вот здесь вот? Ну это же функции, функциям плевать на каких она, как бы, я... Ну то есть здесь я просто пользуюсь тем, что, да, здесь я пользуюсь тем, что, как бы, когда у меня есть функция, то функциям плевать Они на этом R, или на том R, или на этом, на сем R Если они там были определены в какой-то окрестности, в Rn, то, ну, я могу эту же прям функцию перетащить вот в эту же Rn и здесь ей воспользоваться Да, это некоторая волшебная особенность Rn, что, как бы, неважно, где я его встретил, я могу, как бы, вот, нужным образом функцию перенести Это действительно такая контринтуитивная штука, но это потому что Rn так устроена Вот если бы у нас было бы не Rn, а мы просто бы рассматривать какое-то абстрактное множество с понятием какого-то гладкости, каким-либо То мы бы не могли такие трюки проворачивать, потому что там, действительно, да, вот мы не можем отождествлять чужие точки с чужими точками А здесь можем, Rn так устроен Ну, просто, ну, действительно, вот и синус, если мог, применять, у тебя какая разница, к чему ты этот синус применёшь? Ну, а чтобы было число Ну, да, так, ну, вроде понятно, типа, и там, она была на Rn изначально, и мы потом тоже применяли Или на Rn, типа, вроде норм Ну, окей Если это ничего не ломает, короче, не ломает Да, 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 просто единственное, из-за этого могла есть окрестность уменьшиться, потому что вот эти функции Мы же их брали вот на маленькой окрестности, то есть, как бы, они там зависели от этих карнатов какой-то ещё маленькой окрестности Вот, ну, и поэтому, когда мы здесь вот теперь эти функции, как бы, вот, используем, они могли уменьшиться Жёстко я сейчас Да Да Хороший вопрос Точно хороший? Ну, верно Смотри, минус балл стоит этот вопрос, давай За 3-2 Да Вот, можно, когда, после лекции Задавай Задавай Можно, да Да Сейчас, мы сделали замену координат так, чтобы, ну, самую первую Да Она в точке зависит Да Она может быть какой-то очень плохой Ну, плохой заметник То есть, это нам не важно, что она непрерывная Что она непрерывная, она дефиаморфизм По теореме неявной функции Нет, мы до того, как мы применили теорему явной функции Мы дополнительно, ну, как было откружение ранга N, мы его превращаем в откружение ранга N Так Ну, а это, как бы, мы сделали в данной точке Мы применили некую замену, ну, сделали замену И таким образом Нет, замену мы написали во все окрестности То есть, для каждой точки, ну, да, но для каждой точки эта замена будет своя Это правда, да Это правда Это не портит ничего Не портит, вот почему Потому что от этой окрестности к этой переход является дефиаморфизмом То есть, это и есть функция переклейки Ну, потому что, смотри Давай, давай я постираю вот лишнее А, да, то есть, я просто то же самое Да, 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 это и есть отображение переклейки Я просто сделал сразу в координатах Ну, потому что у тебя будет, смотри У тебя вот есть многообразие X У тебя есть окрестность в РН, так? Я что сделал? Я взял другое РН И вот здесь я сделал дефиаморфизм И как я теперь рассмотрел новую карту? Я сказал, я возьму то же самое открытое Точнее, поменьше открытое Вот, а отображение есть композиция этих двух То есть, ну, теперь вопрос Как устроена переклейка между этой картой и этой картой? Ну, что я должен сделать? Давай посмотрим, в общем, отображение отсюда сюда Как оно устроено? Я должен взять точку Вернуться на многообразие с помощью черной стрелки А потом должен отобразиться в красную Это должен пройти по черной стрелке и потом по этой штуке То есть, это сокращается, остается дефиаморфизм То есть, этот дефиаморфизм, это и есть отображение переклейки И наоборот, если я был на этой, то я иду против красной сюда-сюда А потом по черной, значит, это в это сокращаем Значит, это обратное к этому отображение По неявной функции оно тоже дефиаморфизм Она тоже гладкая Так, то есть, мы получили три раза применение теле М1 В общем, три раза, один раз А, мы два... Ну, а здесь-то зачем? Ну, чтобы перейти как бы от локальной замены Ну, два раза, мы вот здесь вот ее применим, чтобы это было дефиаморфизм И вот здесь, чтобы это было дефиаморфизм Все, и больше не надо То есть, мне нужно, чтобы вот это было дефиаморфизм, когда я на иксе сделал замену И поэтому вот это отображение, это и есть как раз отображение переклейки И оно у меня оказалось гладким И почему оно оказалось? Ну, потому что я ее выбирал гладким Я как бы не дурак, мне нужно гладкое Я ее выбрал гладким Как это? Когда вам говорят, берите вкусную конфету, вы берете вкусную конфету Когда вот лежит, я не знаю, там, вкусная конфета и, не знаю, и коровья лепешка Вот, вот как бы, ну, понятно, что лучше взять конфету Вот, как бы, ну, я не знаю, как бы, ну, вот, как бы лежит конфета, ты хочешь взять, ну, берешь, подходишь и едешь Вот я тоже сам, мне нужен дефиаморфизм, но я взял и сделал дефиаморфизм Это слишком рабочее крестьянское рассуждение для дифференциальной геометрии Ага, математика, она вся очень простая, как бы, там нет ничего сложного Ну, раньше я не доказывал, я решил это доказать в этот раз, потому что у нас до хрена время будет И вам нравится Кого кому не будет, да Ну, можно на экзамен уйти, вопрос доказать Ну, хорошо, для тебя будет Значит, хорошо, давайте сделаем следующее Давайте я все это безобразие уберу и поговорим вот о чем Сейчас я вас напишу Мы не доказали, пап В смысле, у нас была теремониатная функция, которую мы просто спривали и забили ее А потом мы ее уже купили Да А мы это опять Ты хочешь? Не знаю Хорошо Тогда тебя на экзамене ждет дополнительная задача Доказать теорему неемной функции Как у нас экзамен будет? Прием в историю, прием в марке, в инфекциях Да, и там Леша доказывает теорему неемной Да, вот это я сейчас Смотрите Значит, что у нас есть утверждение Пусть у меня Х и Y Это гладкие многообразия Значит, это утверждение, которое мы так что наказывали? Ну да, то есть я его сейчас просто переформулирую по-нормальному Значит, то есть И у меня есть отображение Фи Значит, что ранг Фи константный И равен Ф Тогда для любой точки Х в Иксе Значит, существует окрестность У и окрестность В, содержащая, соответственно, образ Икса Так что, ну это координатные окрестности Так что, значит, наши Фи на этих координатных окрестностях задаются следующим образом То есть вот что мы доказали То есть это означает вот что Смотрите Что, как выглядит это отображение Это отображение выглядит следующим образом То есть вот у меня есть РН Какой ты написал характеристику для У? Вот это РН У меня есть Какое-то открытое У И вот тут есть какое-то открытое В И мое отображение действует вот так Это просто проекция вдоль всех оставшихся Значит А, и здесь не совсем так Здесь правильно не так написать Я тут сделал сюрективным это отображение Значит Надо еще вот что То есть Пусть вот это еще будет Р в степени Р Это вот эта вещь И вот мое отображение То есть проекция вот на вот эту прямую То есть я спроекцировал сначала на РМ А потом еще спроекцировал на вот эту вот штуку То есть вот как оказывается выглядит мое отображение То есть локально Оно локально устроено как просто линейное отображение В хорошем базисе У нас константный ранг Да Для какой окрестности? Для какой окрестности? На всем Х На всем Х А вообще? Понимаешь? Ну если ты хочешь формулировать на какой-то окрестности Просто замени Х на открытую окрестность Это тоже многообразие Поэтому я ничем не ухудшу Будет то же самое если я допустим для какой-то карты скажу Потому что вот на ней константы Да, тогда это просто надо Х заменить на карту И просто все только внутри этой карты будет верно Но! Даже внутри карты у тебя для каждой точки Может быть только своя окрестность Не на всей карте будет такой То есть вообще любая открытая окрестность Если у меня в какой-то открытой окрестности Постоянный ранг То для нее вот это верно Да Ну просто твоя открытая окрестность Сама является гладким многообразием Просто вместо того чтобы формулировать Для открытых окрестностей внутри многообразия Чтобы не градить горош Что друг друга, брата, жены, матери, отца, сын Просто вы же человек Они все являются людьми Так же и здесь Гладкое многообразие Внутри открытое в открытом открытое в открытом открытое Это все гладкое многообразие Дима, что за подпись? Что? Ну, блин, блин, блин Это подпись какая-то Координаты Координаты Да Вот То есть мы устроены таким вот образом линейные Теперь смотрите Определение Если у меня есть два гладких многообразия Значит, и у меня отображение x в y тоже гладкое Оно называется погружением Если ранг фи в любой точке Ранг размерности x левого пространства Ну, инъекция, но как бы локально Локальная инъекция Да Иммершн, да? Да Это называется Нет, это еще не иммершн Иммершн это вложение Это сейчас будет Теперь Это первое А вот второе определение Как раз вот то, что ты говоришь Иммершн Определение Значит Погружение Ну, отображение Ну, также x и y гладкие Отображение из x в y тоже гладкое И вот оно называется Вложением Если Первое Фи является погружением И второе Фи является гомеоморфизмом на образ То есть Фи из x в образ фи Это гомеоморфизм Ну, то есть Образ снабжен топологией из y Фи То есть Ну, в частности Это означает, что Фи еще и объекция на образ Вот То есть Как бы Вот Вообще я сейчас Приведу несколько примеров Важных Значит Которые надо держать в голове И чтобы понимать Что я сейчас только что определил Но Что надо сказать важного Важное вот что Что Если наше отображение является вложением То на самом деле Мы можем Однозначно Гладкая структура на x Восстанавливаться на y То есть Если у нас есть Какое-то подмножество Значит Внутри y Которое является топологическим многообразием То существует Единственный способ Ввести на нем структуру Гладкого многообразия Чтобы Вложение x в y Стало погружением То есть Это вот помните я говорил Что мы хотим Наводить структуру Гладкого многообразия Так вот Как бы погружение Это как раз Вот То самое Понятие Которое нам Ну точнее вложение Которое позволяет нам Понять что Вот на тебе товарищ Оказывается нельзя было Никак по другому Вести структуру Гладкого многообразия Я сейчас про это поговорю Но вначале Несколько примеров Можно кусочек примеров того что такое Погружение и вложение Да 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 Смотрите Давайте Будет сейчас 4 картинки Картинка номер один Значит Это будет все все Картинки Отображение Давайте прежде чем это сделать Значит Я вот здесь нарисую То есть У меня сейчас будет следующее У меня сейчас будет Отображение из r В r квадрат Фи Окей И я сейчас Нарисую Разные виды картинок Значит Первое Я буду смотреть на график Значит Первая штука На протокаме Вот это Отображение Негладкое Вот если у меня Отображение из r в r квадрат Имеет вот такой график То оно негладкое Вот в этом месте нет производства Ну Вот в этом месте Оно негладкое Там С матрицей Какой же проблемой То есть Тут негладкое То есть тут есть угол Да Теперь Следующая штука Значит Вот такая вещь Вот И предположим Параметризация такая Что вот Ну что такое Отображение из r в r 2 Это означает Что у меня просто x От t И y От t Ну две координаты Зависит от t И вот будем считать Что у меня Производная по t Это будет касательный вектор К этой кривой Так И вот погружение означает Что касательный вектор нигде не ноль Ну то есть это невозможно нарисовать Как бы Ну как бы На графике Поэтому я просто проговариваю явно Что если у меня здесь идет Параметризация x От t y От t То условие на погружение Означает Что вектор из производных Он просто не ноль для любого t Вот Но Могут быть самопересечения А где здесь касательный вектор ноль для t Типа вот где она растет Нет Ну просто я могу искусственно Изменить скорость движения по кривой И так вот Идти-идти-идти Остановиться Потом опять продолжит идти по этой кривой Ну да Но это сделает Там же нет такой точки Вот где эта точка На графике этого не видно Это видно только на параметризации Например Параметризовал ты позиции на скорость Да x, y, t Это вот как раз самая кривая Просто я могу например Отображение из r, v Сделать такое t переходит в t в кубе Если ты посмотришь на график Ты идешь по прямой Слева направо Но Производная в нуле равна нулю Ну потому что x в кубе в нуле Вот Но на графике Ты будешь просто двигаться слева направо Просто возле нуля Ты как бы подходишь Останавливаешься И тут же продолжаешь идти То есть там мгновенно У тебя скорость как бы падает То есть там Когда ты идешь со скоростью t в кубе У тебя скорость как бы падает А потом опять начинает расти То есть ты как бы так же идешь по прямой Но просто останавливаешься в одном месте А потом продолжаешь идти Вот как бы Вот такое запрещено на картинке этого не нарисовать, если скорость не рисовать поэтому это надо просто проговаривать но надо понимать, что погружение надо себе представлять вот так что у тебя нету изломов но у тебя есть само пересечение нет изломов, нет вот такой штуки, нет такой фигни например, на X-кубе это же не точка перегиба это просто что-то это на графике будет точка перегиба а когда ты смотришь на образ ты вообще не видишь разницы от обычного T вот, теперь, следующая вещь смотрите, вот погружение вот здесь, в чем есть отличие погружения от вложения здесь сказано гомеоморфизм на образ можно для начала попробовать потребовать меньше не гомеоморфизм на образ, а просто инъекцию, биекцию на образ так вот биекция на образ и гомеоморфизм на образ не обязательно одно и то же вот пример значит, смотрите, наш любимый синус 1х-вый а здесь делаем вот так да, то есть это кривая мы идем по вертикальной оси, потом так разворачиваемся сюда и здесь идем по синус 1х-вый это тоже отображение из R в R квадрат и это не гомеоморфизм на образ в чем проблема? проблема, если я возьму как бы вот эту точку да, то на исходной прямой R по этой точке, да, должна быть индуцированная окрестность, интервал а что такое индуцированная окрестность? это я должен взять окрестность на плоскости пересечь с графиком и толкнуть сюда но если я здесь пересеку окрестность у меня всегда будет попадаться бесконечно много то есть с этим интервалом у меня в дорезах тут будет еще идти куча других интервалов то есть у меня просто интервал я никогда не получу то есть топология на образе будет беднее, чем топология исходная напрямой слушай, а нас не парит, что это же вообще не функция, например, то, что справа нарисовала? вот это тоже не функция это кривая на плоскости это тоже не функция, это кривая на плоскости мне это совершенно не парит Вот, то есть, как бы, поэтому вот это отображение, оно является инъективным погружением, но не вложением. То есть, вот это инъекция плюс погружение, но не вложение. Вот, и что можно нарисовать с помощью вложения, какие можно вложения? Ну, вложение какая-то такая линия. Вот это будет уже вложение. Еще из таких нетривиальных примеров вложения можно сделать такую вещь, спиральку. Какой-то точке. Это тоже, это будет гомеоморфизм на образ. Почему? Ну, потому что, смотрите, если я возьму произвольную точку на этой спиральке, у нее нет точек накопления, ну, вот, как бы, кроме, ну, кроме как вот точек на этой веточке. Я могу вот так вот откусить кусочек, и вот, пожалуйста, интервал выделилась, базовая окрестность возле, возле каждой точки. Поэтому здесь действительно какую бы я точку ни взял, неважно, как она близко к вот этому центру накопления, сам центр, предельная точка, не входит в нашу кривую, потому что у нас нет на прямой вот этой точки бесконечность, поэтому она не входит. Но вот это вот будет гомеоморфизм на образ, так же вот здесь, если я возьму такой кусочек, вот этот кусочек выделяет у нас интервал. То есть это тоже гомеоморфизм на образ, поэтому это пример вложения. Нельзя такую спираль задать все сжимающимися витками, чтобы расстояние между витками было все меньше, как будто в синусе. Нет, а как ты вернешься, ты обратно должен как-то возвращаться сюда, обратно сюда. Нет, ну можно так накрутиться, я думаю, что там всякого можно барахла придумать, но там у тебя тогда начнут появляться либо проблемы с гладкостью, либо оно перестанет быть, ну вот как вот здесь, оно перестанет быть вложением. Ну вот конкретно вот здесь, когда я вот просто по спирали иду, оно вложение. То есть вот понимаешь, что вложение, ну вот как бы это вот такое естественное понятие подмногообразия. То есть на самом деле вложение это то, что мы будем называть подмногообразие. Подмногообразие, например, что-то для гладких многообразий. Да, для гладких многообразий, когда тебе нужно понятие подмногообразие, то это как раз вот понятие такое, что это какое-то есть другое многообразие и вот есть отображение, которое является гомеоморфизмом на образ и погружением и вот тогда мы можем отождествить фи с образом значит, как бы перетащить сюда атлас и мы можем считать, что это одно и то же, поэтому это как бы под многообразие Дима, мне кажется, ты набрал, в Википедии сказано, есть и мёршина, есть и бедня и наоборот, и мёршина, который если набрать И это связано с тем, что и мёршина это погружение, как во смысл? Господи Ну, погружение было, слава вашим положением Ну, ради бога, ну, значит, терминология на английском языке немножко не такая, которую я... Так нет, это наоборот, естественно, типа и мёршина, так и переводится погружение Ну, хорошо, значит, и мёршина это погружение, ну, хорошо, ради бога Хорошо, присмотрите, давайте я сделаю вот что Я вот здесь хочу вот эту картинку стереть и нарисовать вот что Сейчас, а можно вопрос ещё, смотри, то есть, типа, погружение, это как-то, грубо говоря, типа, если у нас там, что, типа, ягобиан или ноль? Или? Погружение, это не ягобиан полного ранга, максимального Полного, равного Равного размерности левого, то есть, при погружении левая пространство обязательно должно быть размерности не больше И вообще, для погружения оно может быть и, как это, сюрреективным, ты можешь две прямые, тождественно, отобразить в одну прямую Это тоже, как бы, будет погружение, но не вложение Вот Здесь смотрите, какая вещь Вот если у вас есть какое-то многообразие x и многообразие y, и у вас есть отображение φ Значит, смотрите, что означает, что, и пусть оно вложение Смотрите, что это значит? Давайте возьмём какую-нибудь точку x здесь Она переходит в точку y Ну, тогда, если я возьму здесь какую-то координатную окрестность, да То, значит, прообраз её Ну, это будет какая-то, будет какое-то открытое здесь Я могу взять открытую окрестность вот тут внутри Теперь я могу по нашей... Так как вложение имеет постоянный ранг И оно равняется dim x То тогда получается, что я могу найти здесь координатную окрестность r в степени... Давайте... Давайте d сделаю Здесь r в степени m Так что наше отображение Значит, вот в этих координатных окрестностях Будет выглядеть следующим образом x1, xd Переходят в x1, xd А потом все нули То есть, это означает следующее Что на картинке Вот теперь я возьму x1, xd То есть, вот как бы вот это у меня rd Вот это у меня rn То у меня... Смотрите, что происходит Вот эта окрестность То есть, я вот... Давайте так вот У меня точка x будет даже сделана здесь с началом координат И вот эта окрестность Эта окрестность вот здесь вот В rd Так? И эта окрестность складывается сюда Вот в какую-то вот такую окрестность Вот это будет вот это То есть, вот эта окрестность и что происходит у меня кусочек до мерной плоскости просто складывается вот сюда плашня вот в такой шарик вот здесь как он будет выглядеть просто ну вот это просто такой диск потому что я добавил в конце несколько нулей просто вот здесь вот это означает что я лежу теперь смотрите что означает гомеоморфность вот это как бы есть для любого вложения о любом погружении могу здесь найти агрессии здесь так что вот у меня просто вот этот кусок сюда вкладывается вот таким вот образом но теперь смотрите что я хочу сказать что вообще говоря если у меня погружение не вложения вот здесь могут быть еще и другие куски моего вот это уже многообразие которые как-то тут еще лежат и не могут сюда накапливаться как предельные точки понятно ну вот как вот здесь вот еще есть видит другие веточки моего r которые здесь рядом лежат и они вот тут как бы в этой окрестности еще где-то рядом это же окрестность но из-за того что это гомеоморфизм на образ я могу сделать следующее я знаю что вот эта окрестность вот эта окрестность вот который я вот тут взял вот этот уменьшены это же окрестность будет открыто и в индуцированной топологии то есть вот это вот маленькая окрестность она взялась как пересечения шара с образом икса то есть у меня здесь найдется меньшая окрестность вот тут еще меньше так что знаете вот это пусть будет в а вот это вот меньше будет w так что фи в минус 1 от w будет в точности в это почему-то это еще раз это из-за того что здесь гомеоморфизм еще раз смотри что значит горни морфизм это означает что топология на иксе совпадает индуцированной топологии на игреке что такое индуцированная топология на с игрека это так выглядят открытые которые индуцированы с игреками должен взять открытое в игре и взять и ограничить их на их точность пересечь пересечь образом образ же лежит здесь сейчас Еще раз, давай, что у нас, что, x это v, y это y, w это понятно, что, это образ, и, нет, w это как раз то открытое, которое получилось в индуцированной топологии. Нет, w это открытое в y, во всем, в большом. Да. А теперь я хочу сказать, как выглядит индуцированное открытое на x, это вот это, прообраз. Резонно. Вот, так вот, что значит, что, то есть мы знаем, что прообраз любого открытого открыт, но что значит, что здесь топология равна индуцированной с y, что любое открытое возникает таким способом. Поэтому, если я здесь нашел маленькое, вот это вот координатное, которое вкладывается в какую-то такую большую окрестность, то на самом деле эта маленькая сама произошла и в другой окрестности. Более того, из-за того, что по правилам это прям полный прообраз, w, это означает, что вот в этом маленьком шарике, вот тут вот, вот тут вот, нет никаких других точек из x, кроме вот этих вот. То есть вот это, это вообще все точки из x, больше здесь никаких других нет. Это вот к тому моменту, что там других кусков нет. Да. Вот. Это означает следующее, что как только у вас есть одно многообразие, вложенное в другое, то в окрестности любой точки вы можете считать, что у вас координаты выбраны так, что ваше подмогообразие это просто кусочек. То есть вы можете считать, что ваша окрестность это шар, а ваше подмогообразие это просто пересечение подпространства какого-то с этим шаром. То есть вот так вот. Вот и все. И оно просто здесь лежит. Вот. Но теперь смотрите, я хочу сказать следующую вещь. Что теперь как связаны гладкие структуры на х и на у? Смотрите, чтобы задать гладкую структуру на х, нам нужно задать как бы атлас. То есть нам нужно задать карту и гладкие функции. Так? Но смотрите, когда у вас есть вот такой кусочек rd, то у вас здесь есть гладкие функции x1, x2, x3, xd. Но эти же функции, смотрите, можно рассматривать как функции во всей вот этой окрестности. То есть эти функции на самом деле продолжаются с этой окрестности до вот этой окрестности. То есть они взялись из координатных функций отсюда. То есть на самом деле, по сути, любая гладкая функция теперь вот здесь, она просто продолжается до гладкой функции в окрестности на всем y. Просто потому, что вот здесь мы так устроены, здесь это очевидно видно. Вот здесь это, ну как бы, если у вас была функция от x, то ее можно рассмотреть как функция от x и y. Понятно, как f от x, пара x, y идет в f от x. Вот, также здесь первые d-функции координатные мы можем рассмотреть как просто функции на всей этой штуке, поэтому, как бы, координаты здесь, это просто часть координат здесь. То есть, таким образом, любая гладкая функция здесь, она возникает как просто ограничение гладкой функции отсюда. То есть, мы знаем, что если это гладкая и другая функция гладкая, их композиция будет гладкой. Но оказывается, что любая гладкая функция отсюда, она возникает как композиция с какой-то гладкой функцией отсюда. Это, по сути, означает, что мы однозначно задаем здесь гладкую структуру, чтобы, по сути, как бы, если вот эта штука давала мне атлас с координатами x1, xd, xn, то ее пересечение с моим подмогообразием и первыми D-координатами дает мне карту на левом многообразии. И то есть, когда у вас есть погружение, то у вас есть вот этот кондуцированный атлас. А именно, что если вот это у вас U, U-альфа и F-альфа, это вот этот U-альфа, значит, это ваша координатная окрестность, и вот на этой F-альфа X1, Xn это координаты, то вы можете здесь рассмотреть следующее, что вы берете X пересечь у альфа, а в качестве координатной функции P-альфа вы берете первый D-координат. И это вам дает индуцированную карту. И вот то, что мы сейчас видим, что эта индуцированная карта, она автоматически согласована с атласом слева. То есть, получается, как только у вас есть погружение, то у вас есть два атласа. Исходный атлас на X и атлас, который вот так вот ограничивается из Y. И так как они согласованы, это дает одну и ту же гладкую структуру на X. Поэтому, как только у вас есть погружение, это означает, что на погруженном многообразии существует единственная гладкая структура, относительно которой это многообразие... ой, не погружение, а вложение, относительно которой, да, это многообразие, ну, относительно которой тождественное вложение является, ну, вложением вот в этом смысле. У нас правда, что будет фит-дефиаморфизм между ними? То есть, обратное тоже будет. Потому что у нас как-то есть гемиаморфизм. Нет, ну, оно дефиаморфизм на образ. Да, обратную сторону. Ну, потому что он тоже дерзкий. Ну, очевидно. Я имею в виду, что у нас здесь определение, это погружение плюс гемиаморфизм. Ну, как бы это не следует, что это дефиаморфизм. Ну, просто мы так задали гладкую структуру. Еще раз. Я хочу сказать следующее, что у тебя вот тут есть исходная гладкая структура, а здесь гладкая структура, это как раз индуцированная с Y. Ну, вот как я сказал. Но, смотри. Но я хочу сказать, что мы просто... Вот эта штука, она просто говорит тебе о том, что эти две гладкие структуры согласованы. Потому что, ну, вот то, что мы здесь построили, это, с одной стороны, это окрестность слева, которая согласована с исходной гладкой структурой, а с другой стороны, X1, X2 здесь задают координаты в индуцированной ровной карте. Я задаю, что это будет дефиаморфизм. Да. То есть мы доказали, что это дефиаморфизм. Да, то есть это будет просто дефиаморфизм между этими двумя штуками. А, сейчас, ну, это кажется негдеально. Получается, что у нас гладкая в одну сторону, дефиаморфизм, для этого не следует, что это дефиаморфизм. Ну, мы так задали гладкие структуры, что просто... Ты просто смотри на это так, что это одно и то, что по логическому пространству, на котором согласованы карты. А если мы в исходном месте, то мы ничего не заменять не будем. А я и не заменяю, еще раз. Ты неправильно понял. Еще раз. Во-первых, если у нас какой-то атлас, я всегда могу в него накидать дополнительно карт, так что он будет оставаться атласом. Я просто докидал в него карт, значит, так, что после этого эта структура включена в эту структуру. И они... Конечно. Так, сейчас, на всякий случай, а что у меня по времени? Что? Ну, ладно. Ну, я не рассказал, как бы, 80% того, что запланировал. Блин, ну, давайте тормознем, но это нереально просто. Ну, хорошо. Что-то уже туманчик. Ну, ладно, ничего, ничего, все нормально. Вот. Самое главное, что мы тут поразбирались с тем, как выглядит отображение постоянного ранга. В общем, чем... В общем, ну... Да, вот когда мы разбирали пример с SL2, вот, как бы, вот то, что мы там делали, мы получали, мы получили некоторые карты, и вот дальше, если посчитать вот из тех вот карнат, которые были там, вот UV, там, ZW, да, и вот отображение в матрицу ABCD, да, вот какое отображение получается? Оно получается отображение всегда ранга 3. Вот. Значит, и, как бы, это означает, что вот то отображение, оно являлось погружением. И, значит, это давало вот ту самую... Ой, оно, ну, оно там объективно и погружение. То есть, ну, и в частности, оно там гомеоморфизм на образ, в общем, там все нормально получалось. В общем, это в частности означало, что вот, как бы, та гладкая структура, которую мы навели на SL2, это вот та единственная гладкая структура, относительно которого SL2 является подмногообразием, то есть, относительно которого оно будет вложено, ну, вот, в этом смысле, да, в матрице 2х2. То есть, в том, в этом смысле, это была естественная гладкая структура. Как бы я ее по-другому бы не придумывал, то есть, мне самое главное, чтобы в итоге, ну, вот, у меня получалось отображение максимального ранга, чтобы там не было никаких дефектов вот у отображения вложения. Слушай, а могу взять какое-нибудь отображение другого постоянного ранга? Нет, или очень другую такую? Ну, если там просто SL2 на размерности 3, поэтому если у тебя отображение не ранга 3, то это у тебя не погружение. Вообще, на самом деле, есть такая вещь, как Ле Массарда, которая вот о чем говорит, мы про это разберемся. Вот здесь мы посмотрели, как вы говорите, давайте я тогда сейчас ее сформулирую, просто чтобы тоже оно было у нас перед глазами, и поясню, как бы, вот, что происходит, если вдруг вот это отображение имеет ранг меньше, чем размер с левого пространства. То есть, если ранг равен размер с левого пространства, то смотрите, что это значит. Это означает, что у вас, как бы, локально, значит, ну, то есть, вот, матрица и куби вертикальная, да, то есть, здесь размер больше, чем здесь. Матрица и куби вертикальная, у нее все столбцы линейно-независимы. И в точке это просто, как бы, вложение касательного пространства, да. Вот, и мы говорим, что рядом с этой точкой мы очень похожи же, да, как бы, образ нашего многообразия X, причем настолько похожи, что мы можем вдоль нашей поверхности выбрать координаты, что мы просто выпрямляем и просто превращаем в линейное наше отображение. Вот, а что происходит, если ранг у нас будет меньше, чем размерность X? В этом случае образ окажется будет очень маленьким. Образ будет иметь меру 0. Значит, смотрите, давайте такое сделаем, таких несколько замечаний, вообще, про технику обобщения множества мер и 0 на многообразие, как про нее надо говорить, потому что у нас понятие мер и 0 есть пока что только в RAN. Мера 0 покрывается счетным количеством квадратиков. Счетным количеством, ну, там, да, любых вещей, у чего мы умеем мерить объем, там, шаров, кубов, там, что угодно. Значит, смотрите, значит, первое, значит, у нас, если есть RAN и есть какое-то подмножество E, у нас есть понятие, что оно мер и 0. Мера 0. Значит, ну, ну, E равно 0. Значит, кому надо напомнить, что это такое. Хорошо. Значит, ну, смотрите, это означает следующее. Для любого Эксилон существует, ну, например, счетное покрытие шарами, существует покрытие так, что вот этот, например, шары, либо там прямоугольник, ну, как параллелепипеды. Ну, то есть, Декартово произведение интервалов, да, либо шары. Вот. Так что, ну, а для шаров или для параллелепипедов мы умеем мерить объем n-мерный. Там формула есть. Вот. Так что сумма вот этих вот объемов по n-меньше Эпсилона. То есть, как бы, какой бы Эпсилон мы ни взяли, мы всегда можем покрыть шарами так, что суммарный объем этих шаров меньше Эпсилона. То есть, это означает, что я, как бы, смотри, то есть, если у меня есть набор шаров и сумма их объемов Эпсилон, то, значит, если я какое-то множество покрыл, то его объем точно меньше, чем Эпсилон. Значит, если я могу покрывать шарами суммарного объема все меньше и меньше и меньше, Значит, на самом деле здесь объем был нулевой. Понятно, да? Да, вот эта вот единица бесконечности, пофиг, ну, типа, континуальная может быть. Нет, нет, только счетная. Здесь именно счетная. Потому что ты не умеешь складывать более чем счетные вещи. Вот, теперь смотрите, что важно. Второе замечание, что если у вас есть φ из РН в РН гладкое, и здесь е меры 0, то тогда φ от е тоже меры 0. Это связано с тем, что просто φ является Липшицевым отображением. Если φ гладкое, то φ просто Липшицева. Что это? Это означает, что φ от х минус φ от у, норма, не превосходит L на норму х минус у. Где L некоторая константа, не зависящая от x, y. Ну, то есть, Липшицева на любом шаре, замкнутом, например. Вот. Ну, просто, ну, это теорема о том, что если у тебя есть гладкая функция, то приращение можно оценить как супремум производной на разность аргументов. Понятно, да? То есть, вот. А это просто, ну, обобщение на каждую координату. Просто ты берешь и вот, как бы, а дальше то, что у тебя все нормы эквивалентны, там, любую норму через любую можно пересчитывать. Это не очень важно. Но, я к тому, что вот что. Если у тебя x, y были близки, это означает, что и φ от x, и φ от y будут близки, но, может быть, они разъедутся на ограниченную константу. То есть, если у тебя здесь объем шара был ε, то после применения φ этот шар раздувается до объема ε умножить на l в степени n. Вот. Поэтому это означает, ну, как бы, здесь у тебя на константу меняется оценка, но, поэтому, если ты здесь мог до применения φ покрывать сколь угодно маленький момент, то и после применения φ у тебя остается сколь угодно маленький объем. Понятно, да? Вот. Поэтому это означает следующее, что если у вас есть какое-то многообразие, x, и у вас есть две карты у α и у β с отображением φ α и β. Значит, сюда и сюда, и вот тут у вас есть отображение переклейки. Вот. То если у вас было какое-то множество, вот здесь общее, e, оно здесь вот будет здесь, и вот тут вот оно будет, да? То, если оно было здесь меры 0, то оно и здесь будет меры 0. И наоборот, потому что вот эти отображения, они гладкие, они хотя бы c1. То есть это все, вот если отображение φ гладкое, то есть хотя бы c1, то оно сохраняет понятие меры 0. Это означает, что если ты на одной карте был меры 0, то ты и на другой карте будешь меры 0. А раз понятие меры 0 не зависит от выбора карты, то это понятие можно использовать на многообразие. Это не важно, через какую карту ты смотришь. То есть как, из-за того, что у нас многообразие прикрывается счетным количеством карт, поэтому если мы на каждой карте видим, что соответствующий кусок имеет меру 0, то значит счетное объединение множества меры 0, оно будет у нас опять же меры 0. Значит, ну как бы, у нас есть понятие меры 0. Окей? Да, что из этого лема Сарда? Еще пока нет лемы Сарда. Я пока сказал следующее, что у нас корректно понятие множества меры 0 на многообразие. Да. Вот теперь можно сформулировать лему Сарда. Я тогда единственное сотру верхнюю часть. Значит, давайте я начну... А, я думаю, я сейчас все это сотру. Я думаю... Хорошо. Можно все только на следующей строчке встретить. Хорошо, я так... Смотрите, значит, пусть у нас есть фи из x в y, это гладкое отображение гладких многообразий. То есть здесь все гладкое. Окей? Да. Теперь смотрите, давайте сделаем следующее. Пусть у меня здесь x... Да, давайте класса хотя бы c1. Так, сейчас, ну, за еще секунду на понимание. В два прошлых рассуждения можно так обобщить. Короче, множество меры 0 на любых многообразиях гладких определено, потому что у нас гладкое отображение сохраняет понятие меры 0. Правильно? Да. Вот, я сейчас сформулирую в слабой форме для муссарда. Значит, пусть у нас левое многообразие либо такого же размера, либо меньше. Вот, отображение класса c1. Если там это больше, чем это, то гладкость нужно такую, чтобы степень гладкости была строго больше, чем разность размерности x и размерности y. То есть в общем случае надо класс ck, где k строго больше, чем dimx минус dimy. Просто когда размерность x меньше или равна, чем размерность y, то как бы подойдет любой, начиная с единички. Меньше единички нельзя, ну, нам надо, чтобы мы все-таки в гладком мире жили, чтобы множество меры 0 у нас было корректно и прочее-прочее. Вот, но вот в общем случае вот такая вещь. То есть смотрите, у нас есть понятие критической точки. Вот точка x, я ее назову критическое, если ранг матрицы Якоби в этой точке, значит, меньше максимального. Ну, значит, ну, как это, меньше, давайте, чего, ну, давайте так, пусть эта размерность равняется n, а эта размерность равняется n. Меньше, чем минимум n, да. Ну, если у меня dimx меньше равно, чем dimy, то это просто n всегда, в моем простом случае. Вот, то эта точка критическая, то есть это та точка, где, значит, матрица Якоби, ну, как бы выражена. То есть для прямоугольных матриц, как бы выраженность, это неполный рамп. Вот, так вот, теперь, значит, у нас получается следующее. Вот у меня есть мое отображение, и вот здесь у меня есть, как бы, какие-то вот точки, они являются критическими. Их может быть много, но, если я возьму и к ним всем применю отображение φ, то есть вот это будет φ от критических точек. Это то, что называется критические значения. Так вот, вот это множество, оно имеет меру 0. Нет, φ это любое гладкое отображение. φ это произвольное гладкое отображение, и условия либо первое, либо вот то, что, либо красное. Вот, и условия, ранг любой, но, как бы, от точки к точке ранг меняется. Теперь, я беру только те точки, где ранг не максимален. Вот, если у нас ситуация вот такая, то есть черная ситуация, то есть максимальный ранг это m, это соответствует погружению. То есть, если ранг максимален, то есть, если я возьму, вырежу критические точки, все, то у меня останутся точки, в которых ранг максимален, у меня будет отображение погружения. А теперь есть критические точки, на которых какая-то хрень творится, у меня ранг упал. И он там мог упасть на 1, на 2, на 8, на 500, то есть, ну, на сколько угодно мог упасть, и хрен его знает на сколько. Вот, более того, таких точек может быть много, я сейчас приведу пример. Но, если мы эти точки отобразим сюда, то вот здесь их образов будет мало. А, если поднай, может быть много. Вот этих может быть много. Много, например. Да, вот тут много. Вот этих, вообще говоря, много. А вот этих мало. То есть, это означает, что вот когда вы х, многообразие, как бы отобразили в игре, то внутри игрека маленькая часть, она вот будет какие-то вот иметь изъяны, а на всем остальном мы будем выглядеть как погружение. А это множество 50 точек в х, а оно скажем замкнутым? Я надеюсь, что да, потому что это, по сути, означает, оно задается таким условием. Да, это будет замкнутым условием, потому что, ну вот чем задается, что ты берешь, пишешь матрицу Якоби в некоторой окрестности, да, и ты берешь, пишешь все ее миноры, ну, максимального размера, приравниваешь их к нулю, и это означает, что это некоторое замкнутым условием, потому что набор непрерывных функций равен нулю. Вот, поэтому, как бы, это некоторые действительно замкнутые, вот это выражаешь, у тебя остается открытое, которое хорошее, и это на этом открытом ты, как бы, погружение, а вне, а внутри этого, то есть, как бы, ты вырезаешь плохое замкнутое множество, вне которого ты, как бы, погружение, и там вроде как все понятно, как выглядит, а на этом ты непонятно, как устроен, но таких точек в образе у тебя мало, почти нет. Здесь, как бы, может быть, произвольная была непрерывная? Да, да. Ага, здесь как раз можно наглаждаться? Да, да, именно так. Ну и вообще понятие, чтобы множество меры ноль было корректно, потому что на многообразие, если я сменю, как бы, карту, то у меня еще и понятие множества меры ноль будет некорректно. У меня, может, в одной меры ноль, а в другой не меры ноль. Ну, потому что кантровое множество можно непрерывным отображением раздуть, как бы, кантровое множество с ненулевой мерой, и обратно сжать кантровое множество с нулевой мерой. Вот, поэтому, как бы, можно по-всякому там играться. Вот, но, вот, как бы, Лем Массарда, собственно, она и говорит следующее. Вот, здесь она, как бы, сформулирована, что если есть гладкое отображение, например, такое, и если ты возьмешь все критические значения этого гладкого отображения, то оно имеет мир ноль. Черное, так кажется, достаточно просто, красное, это уже некоторое безобразие неприятное. Можно еще раз идти? Смотри, давай так, давай рассмотрим отображение из R. Можно остереть лишнее, я просто... Хорошо, давай вот это сотру. Вот, то есть, если у тебя есть отображение из одного гладкого многообразия в другое, то у тебя для этого отображения есть понятие критической точки, и есть понятие критического значения. То есть, это просто образ критической точки. То есть, надо понимать, что в прообразе у критического значения могут быть не критические точки. Но если в тебя перешла хотя бы одна критическая точка, ты уже кретинг. То есть, критическое значение. Поэтому здесь такая вещь Мы хотим понять, сколько у нас критических значений у гладкого отображения У гладкого отображения критические значения всегда меры 0 Критические значения? Да Теперь смотри Вот пример Который я хочу привести из R в R X переходит в X в кубе Там только 0 Вот, да То есть у нас горизонтальная R Это как раз то, откуда мы бьем Вертикальная R, это куда мы бьем И наша функция устроена вот так И что является Давай вот так нарисую Что является критической точкой Критической точкой является 0 Меры 0 Ну и понятно, что тогда и ее образ будет 0 Тоже меры 0 А теперь смотри Такую вещь Теперь делаем так Вот здесь делаем как X в кубе меньшая половинка Потом идем по 0 Потом как X в кубе правой половине Да, то есть Давай я красным нарисую Лучше вот так вот То есть вот такой вот график Это будет тоже отображение из R в R То есть теперь получилось следующее Что у тебя вот здесь критических точек Они не меры 0 Но они всегда сжимаются все В одну точку И критических значений получается меры 0 То есть по горизонтали их целый отрезок А по вертикали их значения схлопываются в одну точку А у нас вот в этом случае У нас вообще якобиан не существует Он тупо не определен Там даже не то, что... Здесь? Почему не существует? Ну вот в нуле Там вообще не определена производная Это не то, что... Не определена X в кубе Вот это будет 3X квадрата В нуле будет 0 Здесь якобиан это будет 3X квадрат Матрица 1 на 1 И просто в нуле она будет 0 Все, да, я не просто рану Да Вот, ну а здесь, соответственно, как бы... Ну, понятно Она класса какого-то там... С2 уж точно Вот, поэтому здесь... В общем, вот это как бы штука показывает... Ну, то есть вот это то, что называется Лема Сарда Вот, я так понимаю, Сарда ее сделал в простом случае Потом там ее допилили Или там какое-нибудь другое сделало А Сарда допилили, я же не помню Вот Одно из... Один из рефератов, например, будет доказать ее В каком-нибудь из этих случаев Это потом пример Это пример задачи, которые могут быть в качестве реферата Вот, вообще, это штука очень хорошая Лема Сарда Потому что... Ну, то есть я тоже часто где использовал Во всяких прикладных особенно задачах То есть часто прикладные задачи как работают Вот, скажем Вот, в Линале, когда вы работаете Илюсов разложения, например, не всегда существует Но Как бы те матрицы, на которых он не существует Их множество мер и ноль Вот, поэтому, значит Как этот Вы можете считать, что численно вы никогда не попадаете в множество мер и ноль Значит, вы всегда можете пользоваться Илюсов разложением В алгоритмах, которые вычислительны Сейчас Там есть такой фрюк интересный Что если мы хотим открыть какую-то формулу Вроде проявить То есть мы можем считать, что у нас Боем случайные матрицы Ну, они не понятны А потом продолжим Понимфлироваться Я просто скажу, что учитывая программа Развивая синергичную матрицу сегодня Ну, давай мы сейчас Вот эти... Это все существует с вероятностью ноль То, что ты мне говоришь Вот, значит Я просто хочу сказать, что Вот эта штука, она... Да, смотрите Вот еще такой момент Что если у вас есть какое-то многообразие Х И его размерность строго меньше, чем многообразие Y И оно погружено в многообразие Y То оно имеет мир ноль То есть Следствие Леммассарда такое Если у вас есть размерность Ха строго меньше, чем размерность Y Она даже не погружена И у вас есть просто гладкое отображение То образ Фи имеет меру ноль А, ой, я неправильно сформулировал Я неправильно сформулировал Я вот здесь неправильно сформулировал Ранг должен быть меньше, чем размерность M Чем таргет размерность Вот так вот это должно быть Я неправильно сказал А в красном случае я не хочу вспоминать Там, наверное, какая-нибудь разность должна быть Вот Да, я криво Вот Значит, здесь должна быть именно правая размерность Размерность правого пространства Вот Поэтому, когда у вас размерность Ха меньше, чем размерность Y То, значит, у вас Ну, автоматически ранг матрицы Не может быть больше, чем размерность Ха То есть это строго меньше, чем размерность Y И, значит, все точки являются критическими значениями А раз все точки критические значения То, значит, образ у вас будет заменять меру ноль То есть, если у вас есть кривая на плоскости Она обязательно имеет меру ноль Ну, это и понятно У вас кривая приближается линией А линия, ее можно вдоль как раз того, где она линия Приплюснуть вот так вот Прямоугольничком Скорее угодно тоненьким И, значит, у нее площадь будет маленькая Вот, поэтому Это все не бывает в гладком мире То есть, гладкий мир как раз говорит Что у вас очень предсказуемо ведут объекты Когда все гладко Потому что ты, на самом деле, приближаешь Ты просто близок к линейным отображениям А для линейных отображений мы знаем, как мы устроены Вот, да, здесь я что-то нафигачил Я задумался в этом месте Да, нам, то есть, нам, как бы То есть, смотрите, если ранг равен m В этом случае максимально возможен То мы, как бы, локально, как бы, сюрреективны Должны быть Ну, это, опять же, стереома не явной функции А вот если мы локально не сюрреективны Мы занимаем очень мало места Вот, поэтому мы вот такие вот Давай я остановлюсь Да, я, собственно, сейчас, как бы, хотел уже останавливаться Потому что, я так понимаю, уже и время подошло Вот Ну, хорошо, мы тогда сегодня поговорили не о касательных пространствах Мы говорили о всяких отображениях Ну, я могу ее доказать в простом случае А в сложном случае я оставлю в качестве реферата Ну, кто еще в сложном? Ну, вообще, судя по тому, как мы идем На самом деле, я бы не очень хотел ее доказывать Она не то, что супердолго доказывается Не суперсложно Но Наверное, здесь есть что-то какое-то уравнение Отличается Нет, я могу сказать, в чем идея Оставь в простом случае в качестве реферата Смотри, идея вот в чем Что, вот когда у тебя есть Вот эта, как бы Плохая точка Ну, вот здесь в одномерной картинке Это не очень хорошо показывать Но вот, смотри Вот если у тебя есть хорошая точка То интервальчик Он, как бы Под действием этого отображения Он, как бы, переходит в интервальчик Приблизительно той же длины Ну, плюс-минус Ну, эквивалентной длины А вот если ноль То этот интервальчик Очень сильно сжимается На порядок больше Ну, он не в константу А в малое Как бы раз сжимается Тогда, если Ты сделаешь следующее Если ты все критические точки Накроешь интервальчиками То есть я вот возьму То есть мне достаточно на кубе, например, доказывать Там на компакте То есть я возьму вот куб И вот этот куб Разобью вот на маленькие интервальчики Так Теперь Их суммарная длина Это размер куба Это единица Так Вот Но Каждый Ну Из них мне, честно, надо выкинуть Потому что не покрывают критические точки Но Как минимум Я могу все оставить Уже не будет Но Когда я смотрю их образы То Как бы Их длина становится Умала от единицы Ну То есть Она Их Здесь длина была 1 делить на n А после применения Этого отображения Их длина становится 1 делить на n На о малой от единицы Ну 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 И плюс их n штук Значит у меня суммарная длина Получается О от единицы Ну И так как О от единицы У меня любое Значит Суммарная длина То есть Я к тому Что Если у меня был Какой-то интервальчик Длины Одно n То он Переходит В 1 n Умножить на Альфа От 1 n Вот интервальчик Вот такой длины А почему у нас Не может быть такого Что там Ну Что он Все Ну Вот в критических Точках Дополнительно Появляется Вот этот Множитель Обязательно Это из-за Критического Точка Критическая Если точка Не критическая Тут константный Множитель С которым Изменяется Длина Интервальчика Если точка Критическая То длина Интервальчика Будет Меняться На Множитель Ну Здесь Добавится Множитель Порядка Какая-то Бесконечно Малая От Длины Этого Множителя А дальше Как бы У тебя Всего N Этих Интервальчиков Значит Суммарный Объем Не будет Альфа Делить На Одну М Но И так Как Одна М У меня Была Выбрана Произвольно Я могу Стремить M В бесконечности Значит Это Стремится К нулю Значит Я покрыл Множеством Прямоугольничков Которые Стремятся К нулю Но На Двумерной Картинки Лучше Рисовать Одномерной Плохо Это Не видно То Что Хочется Продемонстрировать Да То есть Мы говорим Что Во всех Хороших Точках Умножается На Меньшие Константы То есть На Что Стремящееся К нулю В зависимости От Нашей Площади То есть Мы Просто Образ Можем Накрыть Прямоугольничками Малого Объема То есть Мы Здесь Бьем На Прямоугольнички Длины 1 Значит Образ Прямоугольничками Длины 1 На Альфа От 1 Н И Так Как Н Штук Н 1 Н Сокращается Но Остается Альфа От 1 Н Понятно Да Идея Вот Собственно Итерия Это Просто Надо В многомерном Случай Берется Многомерный Куб Бьется На Прямоугольнички И Все Вот То есть Вот Здесь Уже Сложнее Там Условие Такое А Здесь Просто Сложнее Вот Потому Здесь Нужно Пользоваться Гладкостью То есть Мы По сути Здесь Мы По сути Пользуемся Линейным Приближением А тут Надо Просто Вкаты Член По Тейлору Раскладывать И В общем Там Оценят Объем Что Он На Правильную Величину Малость Уменьшится И Там Нужно Фильтрация Степени Паршивости Точек Там Надо Отфильтровать Разложить В общем По нему Что-то Сделать Я Никогда В этом Давнее Не разбирался Поэтому Это Хорошая Тема Для Реферрата Там Еще Спустя Двадцать Три Года Сказало Какое-то Более Сложное Обобщение Этой Версии Не Просто Танка Произбольная А Мера Там Не Всего Пространства А Мера Я так Понимаю Что Продолжение следует